Друзья, всем привет! Давайте сегодня посмотрим на очередное обновление программного обеспечения на Tesla Model 3, напоминатое Tesla Model 3 Standard Range Plus из Китая, с гигафабрики Shanghai с базовым автопилотом. Также мы посмотрим на последние изменения в приложении Tesla для iOS в нашем случае. Начнем с того, что давайте проверим, помните, какая у нас была кривая клавиатура в последней прошивке, русская клавиатура, да, теперь это все пофиксили. Помните, был вот этот верхний ряд букв с копипащен сюда, как такую грубую ошибку в Tesla допустили, я не знаю, но теперь они все пофиксили, да. Например, я могу тебе спокойно вводить буквы, которые расположены в среднем ряду. По изменениям в русском языке ничего не поменялось, также куча слов за главные буквы, здесь все как и было, как мне не нравилось, так и осталось, ну, это видно, они не спешат фиксить. Что еще новое добавилось? Так это то, что чейндж-логи всех предыдущих версий программного обеспечения перевели на русский язык, даже те, которые старше версии 2021.24, в которые, собственно, русский язык и появился. Даже все предыдущие версии ПО, их историю изменений, все попереводили на русский язык. Ну, молодцы, да, можно углубиться, если интересно, углубиться и почитать, какие здесь были изменения, теперь все на русском языке вам рассказывается. Ну, и непосредственно к изменениям с версии 2021.36, вот. Первое изменение – это улучшение холодной погоды. Tesla заявляет теперь, что были внесены изменения, улучшающие вождение автомобиля в холодную погоду. Направляясь по навигаторному суперчарджеру, улучшенная подготовка батареи обеспечит более быструю зарядку, улучшенное поддержание температуры в салоне и режим стеклоочистителя автоматически подстраивается по скорости вашего автомобиля. Ну, я каких-то изменений конкретно в работе дворников стеклоочистителей я не увидел в режиме автомат. Да, они также иногда работают хорошо, иногда плохо. В Норвегии, например, очень часто дождь начинается не с крупных капель, как в умеренном клипе, а с такой, знаете, мелкой-мелкой морозе, подобно как увлажнители воздуха выбрасывают этот пар, стекло покрывается этим паром и камера не включает. Автоматические дворники приходится автоматически включать. Также сильный дождь они иногда скорость выставляют неправильно, но больших изменений я не увидел. Следующее, это улучшение мобильного приложения. Вот тут вот наконец-то добавилось то, что я так давно ждал. Теперь вы можете настроить зарядный ток, запланированные выезды или запланированную зарядку в текущем расположении с помощью приложения Tesla. Для этого тоже необходимо приложение минимум версии 4.1.0. Приложение у меня уже давно было до этой версии, но не было еще вот это вот именно ПО на самом автомобиле. Давайте посмотрим, как это работает. Так, открыли мы приложение. Для того, чтобы регулировать зарядный ток, нам надо быть либо в режиме зарядки, либо нам просто можно открыть зарядный порт, и тогда вот у нас здесь появляется вот оно. Смотрим сюда, зарядный ток, и смотрим сюда. Раз, раз, все регулируется. Очень круто, это то, чего я ждал. Перерегулируем обратно, и зарядный ток становится больше. Супер, хорошо, что они это добавили. Также переходим в климат. Например, вот здесь он запланированный, а пока что сереньким. Горит, потому что у нас не запланированный. А, надо не сюда. Ой, ой, чего ж ты, назад. Появилась вкладка Schedule, планировка в приложении. И мы можем... Вернись. И мы можем нажать Preconditioning. Вот он у нас появляется. Только здесь почему-то 11, здесь 12. Странно, сегодня часы перевели. 14. Ага. А, может еще время разное? Не знаю. Ну, тут 14, тут 13. Очень странно. Ну, в общем, теперь это и есть. Работает. Давайте поставим 9 часов, 8. Какие-то часовые пояса разные. Можно дни недели. Можно также теперь выставить и запланированную зарядку. То, что раньше было вот только здесь. Теперь оно находится у нас и здесь. Это все можно поставить. Очень прикольно. Ну, и других изменений в моем случае нет. Я видел, что у людей, у которых есть Full Self-Driving, улучшился сам он чего-то. Там автопарковка улучшилась. Но, поскольку у меня базовые пилоты, эти функции недоступны. Оценить улучшение их я, конечно же, не могу. Ну, и теперь давайте посмотрим на изменения в самом приложении Tesla. Что у нас добавилось? Первое, что вот я вижу, это улучшенная графика. То есть, теперь автомобиль именно отображается, какой он есть. Раньше, если мы сюда зайдем в Controls. Не, в Controls не будет видно. В климате отображалась по центру центральная консоль старого автомобиля до рестайла. Теперь же отображается такая, какая она есть на самом деле. Вот эта новая измененная панель. И вот эти вот вставки теперь тоже прорисованы здесь в автомобиле. То есть, насколько Tesla заморочилась. То есть, в старом белом интерьере у нас здесь белое, а вставки нет. В новом белом интерьере у нас здесь черное и есть вставки. Все теперь это приложение отображается. Но вот колпаки колес, по-моему, остались как в дорестайлинговой версии. Не знаю, тут они что-то не поменяли. Ну да ладно. Так, конечно же, у нас добавилась вкладка Schedule. Так, мы ее сейчас включим, чтобы я не забыл. Теперь очень удобно можно менять запланированный предпрогрев, либо зарядку по расписанию напрямую из приложения. Также в само приложение Tesla теперь добавили Tesla Shop. Это то, что можно было раньше через веб-сайт Tesla покупать. Всякий мерч. Например, зайдем сюда. Тут для женщин, мужчин, запчасти для зарядки, для автомобиля аксессуары. Вот зайдем в Model 3, что у нас тут есть? Дворники, да, комплект безопасности. Все это можно теперь покупать напрямую из приложения Tesla. Конечно, это очень удобно, если вам это необходимо. Теперь также отображается история суперчарджинга непосредственно в самом приложении. Раньше это было только на сайте Tesla в вашем личном кабинете. Теперь история суперчарджинга у нас отображается и в приложении. Также здесь можно изменить привязанную карту. Ну, по-моему, это и раньше было. Ну, в общем, тоже классно. Ну и, соответственно, отображается история заказов интернет-магазина Tesla. Вот у меня тут есть несколько заказов. В этом заказывал всякие мерчи, ремкомплект для колес. А еще вот я заказывал адаптер для зарядки, для синей розетки. Вот оно теперь все здесь отображается. Ну и, конечно же, изменения тока зарядки. Теперь есть в самом приложении, мы это уже видели. Ну, а вот изменения, которые в Controls'ах, менять порядок пунктов управления в Controls'ах, почему-то они этого не добавили. Может, в дальнейшем Tesla это добавит тоже. Ну, вот такие вот у нас обновления получились. ПО автомобиля Tesla Model 3 и приложение Tesla на телефоне. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить обзор следующего обновления, которое это выйдет на Tesla. Я сейчас уже читал, что мне удавается такая крутая возможность, как просмотр камер автомобиля непосредственно с телефона. И даже вроде можно будет чего-то там использовать динамик автомобиля, чтобы говорить телефон, и будет автомобиль ваш, если у вас установлен бомбокс, этот звук воспроизводить по громкоговорителю. Типа, он может отпугнуть ворову или еще кого-то, не знаю. Это будет очень интересно посмотреть. Я вас благодарю за просмотр. Также на днях я выпущу видео о своем опыте владения Model 3 Standard Range Plus из Китая в течение 11 тысяч километров. Поэтому подпишитесь, чтобы не пропустить данное видео. Ну и спасибо еще раз за просмотр. И пока!